В итоге, в среднем 300, а иногда и больше человек имели возможность получить бесплатную медицинскую помощь, присутствовали на палаточном служении, а затем с глазу на глаз на протяжении до получаса открыто и целенаправленно беседовали о Боге. Отъезжая, медицинская клиника оставляет всю контактную информацию о посетителях для наших миссионеров, которые смогут продолжить работу с этими людьми. Подобная медицинская акция прошла в двух местах – Кировоградской и Черниговской областях. Мы видим, что это очень эффективный метод евангелизации, который послужил большой рекламой в нашу пользу, помог людям, и многие сердца открылись, расположились к принятию и слушанию Евангелия. Для нас это очень хорошая помощь, как для миссии – сотрудничать с библейской школой. Нам приходится ехать дальше, и мы уже спокойно уезжаем отсюда, зная, что здесь остается команда миссионеров, которые дальше будут работать с этими людьми, будут проводить работу, общаться, беседовать, приглашать их в церковь. И мы верим в то, что после нашего отъезда здесь будет результат. Есть время сеять, а есть время собирать урожай. И вот в селе Зеленый Гай, Николаевская область, наступило время жатвы. Год назад в эту местность приехала наша миссионерская группа. Потрудившись там полгода, нашлись те, которые решили там остаться. И вот спустя год, в той местности, где раньше не было никакой церкви, сегодня мы с вами являемся свидетелями добрых плодов и результатов. Водное крещение положило официальное открытие новой церкви, где на сегодняшний день регулярно проходят служения. Мы можем с вами радоваться нашему общему успеху и благодарить Бога и братьев, которые трудились там до нас и вместе с нами. Теперь будет решаться вопрос регистрации церкви и дальнейшего устроения служений. Хорошо заметить и то, что все на этом не заканчивается. Илья Спиваков, в прошлом студент славянской миссионерской библейской школы, решил там остаться и дальше посвятить себя на служение в этой вновь открывшейся церкви. По этому поводу, по инициативе местных братьев, было совершено рукоположение, где теперь официально молодой миссионер стал служителем церкви. Благодарение Богу, что и в этом году на земле родилась еще одна евангельская христианская церковь. Мечта и видение нашей школы, чтобы после каждого набора студентов в миссионерскую школу находились среди них те люди, которые поедут на миссию и никогда не вернутся назад. Не потому что что-то с ними произошло, но потому что они решили навсегда посвятить себя миссионерству. Кто-то должен это делать, полностью отдавая себя и всю свою жизнь. И вот уже несколько лет находятся такие братья, которые поехали и не вернулись, остались там миссионерами, а теперь уже имеют молодые церкви, в которых они служат. Значит, наша мечта сбывается. Я на миссии уже 11 месяцев, и за это время моя жизнь очень многое изменилось. Без друзей, без родителей я далеко была от всех, я просто не знала, как я смогу это жить. Но я приблизилась очень сильно к Богу. Я решила всю жизнь свою посвятить на миссию. Я не знаю, где я буду служить и как. Да, мои родители уже благословляют меня, и они поняли, что это моё призвание. Они молятся за меня. На миссии я уже 10 месяцев. Я не хочу остановиться вот на этом. Я хочу дальше ехать и быть всю жизнь миссионеркой. Водное крещение — это всего лишь начало, это заложили в хороший фундамент, хорошее начало. Но на нём нужно строить. И написано, каждый смотри, как строишь. Потом будем стараться строить верно, крепко. Самое трудное, когда у разных людей разные ожидания, и не всех могу удовлетворить. Понимаю, что миссионерское служение намного глубже, чем многим людям кажется. И потому иногда трудно, чтобы люди понимали. Ну, самое радостное то, что когда мы смотрим на себя и думаем, какие мы маленькие, а что Бог через нас делает. В общем, я уже год здесь нахожусь, и я не знаю, сколько Бог определил мне здесь быть. Я намерен остаться столько, сколько нужно этим людям. А теперь на ваших экранах Тышкивка, Кировоградская область. Здесь в прошлом году, после водного крещения, тоже родилась церковь. И вот, спустя год, пришло время расширяться. Сейчас здесь производятся большие ремонтные работы, с целью расширить и увеличить зал для собраний. А также сделать отдельный вход в церковь. На втором этаже добавится жилая площадь для миссионеров, которые живут там постоянно. Здесь также проявляется инициатива в том, чтобы сделать минимальное удобство и приятные условия для проживания. И вот, так должен будет выглядеть дом молитвы после полной его реконструкции и завершения строительных работ. Я не знаю тех людей, которые жертвуют. Может быть, я не знаю тех людей, которые сегодня за меня молятся. Но я хочу вам сказать огромное спасибо. И сейчас идет стройка. Вы знаете, то, что мы имели каждый день там, живя в Америке. То, что я имел здесь, я не имел. И я как бы не гордился тем, что я миссионер и испытываю какие-то трудности в том, что я здесь живу в таких условиях, может быть, спартанских немножко, может быть, чем-то отказывал себе. Те элементарные вещи, которые здесь лишены люди. Это горячая воды в доме. Это умывальник в доме, вода, которая течет, вы знаете. Оно будет сегодня у нас. Те холодильник, та стиральная машина. Его в селе практически нет ни у кого. Но оно будет у нас, оно будет в церкви. И вы знаете, я хочу еще больше трудиться для Господа. Царство Божие распространяется. И в этой местности, вы представляете, у нас будет церковь. Люди приняли. Церковь мы зарегистрировали. Церковь называется «Новая жизнь». Молитесь за меня, молитесь за нас, молитесь за церковь. Мы в этом нуждаемся. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завершая наш фильм, мы выражаем большую благодарность всем партнерам Славянской Миссионерской Библейской Школы и всем, кто делом или словом сделал это возможным. Благодаря вам мы снова готовы продолжать эту работу. Всем остальным мы еще раз желаем напомнить, что даже в наше время находятся молодые люди, которые оставляют Америку, комфорт, работу и полностью посвящают себя на служение. Давайте будем помнить о них, а главное станем участниками. Хоть в чем-то, хоть как-то, хоть иногда, но мы будем участниками. Все, что вы видели, можно назвать успехом, но это было бы невозможным без ваших молитв и Господа Бога. Мы верим, что вы смотрели этот фильм не случайно. Для некоторых это просто еще одна возможность воздать благодарность Богу. Для других это призыв и возможность присоединиться к нам и поехать вместе на миссию. И, наконец, каждого мы приглашаем и просим стать партнером Миссионерской Библейской Школы. Высылая каждый месяц по 20 долларов, вы вносите свою долю в миссионерский труд. Благослови вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok